21 числа в городе Уфа была проведена презентация международного интернет-проекта Академия Корана. Выбор города для проведения второй по счету презентации Академия пал на столицу Башкирии не просто так. Дело в том, что большая часть коллектива живет именно здесь. Важность, огромный посыл к изучению Корана, к важности Корана. Совет Муфтиев России всегда поддерживает положительные, позитивные инициативы, в которых есть польза как для мусульман, так и для общества. Академия Корана является, на мой взгляд, одной из самых прогрессивных сегодня мусульманских инициатив. Совет Муфтиев не мог остаться в стороне, тем более, что инициаторы имеют непосредственное отношение к Совету Муфтиев России. Поэтому у нас буквально несколько месяцев назад состоялась презентация в стенах Московской соборной мечети, состоялась встреча с муфтием шейхом Раилем Гайнудином, председателем Совета Муфтиев России. И команда, русскоязычная команда проекта получила очень ценные рекомендации, наставления, советы по поводу того, как развивать проект и в каком направлении двигаться. Усман, да будет доволен им Аллах, передал хадис от посланника Аллаха, что самый лучший из вас тот, кто сам учит Кур'ан и обучает ему других. Презентационный зал мечети Ихляс был заполнен практически полностью теми мусульманами, которым был интересен данный проект. Присутствующим предложили стать волонтерами для того, чтобы помочь распространить свет знаний, который несет Кур'ан. Вот есть такая хорошая платформа, важнее показать делами, чем этот проект может быть полезен для простого потребителя и чем простой потребитель может быть полезен этому проекту. То есть вся цель вот этой конференции это найти взаимовыгодные контакты. Вообще, я так скажу, вот этот проект есть продолжение чуда Кур'ана. Как только мы начали работать над ним, мы почувствовали, что вот уровень поддержки, который мы чувствуем от простых мусульман или от каких-то организаций, он в разы-в разы превосходит вложенные усилия. Понимаете, да, о чем я? То есть без широкой рекламы, без там больших вложений люди сразу слышат про эту идею и начинают помогать. То есть вот буквально год назад из Башкирии, ну из Башкирии, наверное, даже и 10 человек не участвовало в проекте. А на сегодняшний день мы даже не знаем, сколько их всего, даже не считаем уже.